Всем привет! В этом выпуске буду анализировать матчи, а именно баскетбол. Сразу скажу, буду краток. Отбираю 14 последних сыгранных матчей одного и второго клуба и не беру в расчет их крайнюю игру, которая уже состоялась. Проанализирую матчи и дам свой прогноз при помощи специальной программы для ставок на спорт. Повторюсь, не беру в расчет крайнюю игру, как будто мы не знаем, как они сыграют. Что из этого выйдет, смотрите до конца. Помните, что в комментариях я закреплю для вас полезные ссылки. США НБА Кливленд Кавальерс принимал Хьюстон Рокетс. Матч был 16 декабря 2021 года в 3 утра. Итак, берем Кавальерс дома. Последние 14 игр, но не берем последнюю, крайнюю, которую они сыграли, как будто ее не было и она только-только предстоит. Мы не знаем, как они сыграют. И Хьюстон Рокетс в гостях. Итак, я уже для удобства посчитал количество очков, которые набрал Кливленд Кавальерс дома. Очки просуммировал, которые он пропустил дома. Таким же образом, Хьюстон Рокетс просуммировал очки, которые он заработал на выезде за последние 14 игр. А также просуммировал очки, которые он пропустил на выезде за 14 игр. Получается, Кливленд, количество домашних игр. 14. Количество домашних очков, которые он набрал за эти 14 игр. 1449. Количество пропущенных очков дома. 1392. И одержал 8 побед. Хьюстон Рокетс. Количество гостевых игр. 14 гостевых очков, которые он заработал. 1458. Количество пропущенных очков в гостях. 1592. Одержал 2 победы. Прогнозировать. Прогнозировать. Видим, что на победу Кливленда 85%. Запоминаем это. И получается победа Кливленда. И тотал показывает нам 82% высокая вероятность. Значит, тотал больше 208. 103 плюс 105. Тотал больше 208. Теперь смотрим на коэффициенты. Во-первых, Кливленд Кавальерс выиграл 124.89. Общий тотал по программе был 208. 124 плюс 89. 213. То есть, уже тот по тоталам за матч ваш прогноз выиграл. Смотрим коэффициенты. Так, нас интересует 208 по программе. Но 208 не предлагают. Предлагают 208.5. 209. Коэффициент 1.42. Вполне приемлемый коэффициент для взятия в экспрессик. Следующий матч. Также США. НБА. Орландо Мэджик принимал Атланта Хокс. Также матч был 16 декабря 2021 года в 3 утра. Итак, аналогичным образом взял Орландо Мэджик последние 14 игр дома. Атланта Хокс последние 14 игр в гостях. Не брал в расчет последнюю. Как будто мы не знаем, как они сыграют. Уже просуммировал очки, которые Орландо Мэджик набрала дома, которые пропустила дома. Атланта Хокс просуммировал очки, которые набрала в гостях, которые пропустила в гостях. Вот что получилось. Количество домашних игр. Орландо 14. Количество домашних очков. 1431. Количество пропущенных очков дома. 1831. Количество побед. 4. Атланта. Гостевых игр. 14. Количество гостевых очков. 1516. Количество пропущенных очков в гостях. 1538. Количество побед. 6. Итак, прогнозировать. Прогнозировать. Смотрим. Высокая вероятность на победу Атланты. 85%. Тотал. Но здесь смотрим. 105. 112. Общий тотал 217. 217. Индивидуальный тотал и хозяев гостей хромают. В этой части индивидуальный тотал хромает. Весьма низкая вероятность. Поэтому желательно взять на тотал меньше. Если бы здесь была высокая вероятность, тогда можно было брать на тотал больше. Или хотя бы ориентироваться по индивидуальным тоталам по вероятности у гостей и хозяев. Но здесь низкая вероятность. Красным цветом возьмем тотал меньше 270. И победа Аталанты. Итак, смотрим, что из этого вышло. Аталанта действительно выиграла. Как вы видите, 111-119. Общий тотал за матч у них 210. То есть 99 плюс 111. Общий тотал 210. У нас же по программе 217. Меньше. Смотрим, какой коэффициент на данный спортивный исход. Тотал меньше 217. Есть ли такое? Тотал меньше 217. Коэффициент очень хороший. Можно было словить 2.55. Следующий матч. США НБА Филадельфия Сиксерс принимал Майами Хит. Итак, матч прошел той же ночью 16 декабря 2021 года в 3 утра. По той же аналогии, как и предыдущие матчи, взял 14 последних игр дома Филадельфии Сиксерс. 14 последних игр в гостях Майами Хит, но не брал в анализ крайнюю их игру. Как будто мы не знаем, как они сыграют. Итак, данные уже просуммировал. Внесу в таблицу и сейчас прогнозируем. Количество домашних игр 14. Количество домашних очков, которые набрала Филадельфия за 14 игр 1410 очков. Количество пропущенных очков дома 1471. Количество побед 8. Майами Хит. Гостевых игр 14. Количество гостевых очков, которые набрала 1502. Количество пропущенных очков в гостях 1390. Количество побед 7. Итак, прогнозировать. Прогнозировать. Смотрим. Программу выдает. Высокую вероятность. На победу Майами Хит. 85%. Тотал. 104 и 103. 207. Общий тотал матча. Но в какую сторону ставить, мы видим низкая вероятность. Следовательно, тотал меньше 207. И победа Майами Хит. Смотрим, что же у нас произошло. Майами Хит. Действительно, с небольшим перевесом выиграл 96-101. Майами Хит выиграл у Филадельфия Сиксерс. Общий тотал матча 96 плюс 101, 197. У нас же прогноз был, сами видели, 207 меньше. 104 плюс 103, 207. 207 меньше. Смотрим, какой коэффициент на этот спортивный исход давался. Ищем тотал меньше 207. Если есть такое. Тотал меньше 207. 1,61, 1,75, 1,62. Вполне приятный коэффициент для взятия как в экспрессе, так и ставкой ординаром. Майами Хит.